Жизнь современного фермера без электричества представить сложно. Каково ходить за водой на речку, Ренат Галиулович уже и забыл. Электронасосы подавали воду, так необходимую в хозяйстве. Теперь такой маршрут приходится преодолевать самому за день раз по 20. Вот так каждый божий день. Они просят. У фермеров Габидульных обширное хозяйство. Здесь и гуси с курами, и овцы, и коровы. Все требуют заботы и внимания, а главное – воды и еды. Но одним сеном, по словам фермеров, корову не накормишь. Им необходим комбикорм. Зерно есть, но молоть его нечем, нет света. В итоге животные на строгой диете. С 6 часов до 9 часов ничего не получает у нас скотина. Мы талантно, мы терпим. Один раз в сутку коров доим, один раз кормим, один раз поим, и все. Да и то молоко, что доят один раз в день, простаивает. Габидульны занимаются производством творога и сметаны. Но сепараторы электрические, а значит, тоже не работают. К тому же пришла пора уменьшать поголовье птиц. Но там, где был производственный цех и ощипывали тушки, теперь спят сами хозяева. Уютиться здесь им приходится на стульях. Вот так стелим. Табуретки поставим. Вот это поставим. Три табуретки. Да, вот так. Двоем. Утром собираем. Вот так. Такой переезд вынужденный. Благоустроенная часть дома отапливалась тоже с помощью электричества. Сейчас здесь остались только цветы, которые неожиданному холоду тоже не рады. О том, что порыв может произойти, фермеры догадывались. Они уже пять лет обивают пороги районной администрации с просьбой обновить электроснабжение. В восьмом году Липатьеву вошли. Это депутат был у нас. Бикову вот. Вот Биков обращал. По данным обращения собрано рабочее совещание. По самому товариществу уже несколько лет назад установили новые столбы. Но довести работу до конца у специалистов руки не доходили. Отговорками служили постоянные аварии в районе. Хотя, по словам главы района, здесь даже уличное освещение провели. У нас даже на столбике весят ночники, слушай. Мы уже подвели фермерам тоже свет, а у нас уже... Да. Мы приехали к Ельмолинову, я говорю, почему до сих пор? Как, говорит, он даже уделился. Обычно в выходные фермеры выезжали с товаром в Нефтекамск на сельскохозяйственную ярмарку или же просто на рынок. Но в этот раз они останутся дома ждать электриков. В надежде на то, что они все-таки вспомнят про маленькое фермерское хозяйство, которое пытается спасти своих животных. Наталья Бурова, Ильшат Исламов. Время новостей.